Всем здарова дорогие друзья, с вами Даваска, вчера наконец-то у нас в игре появился новый тайный магазин, вот с таким просто офигительным набором. Я сегодня рукожоп, я уже записал видос, но только на монтаже я увидел, что звук-то не записался и просто был тихий видос. В общем, на видос этот набор открыть не получится, но все равно собираем сеты с этим набором. Всем приятного просмотра, кто кушает, то приятного аппетита, поехали! Поставы в новую гильдию. Сыны и дамы, я конечно мог выпустить этот видос вчера, но вчера был новостной видос, я на написание сценария, подготовке информации потратил более 10 часов. А видос вообще никто не посмотрел практически, поэтому если ли не сложно, то пожалуй, луста посмотрев вчерашний видос. Что я вам могу сказать об этом сете? Тут задатные штаны, прикольный торс, непонятная маска на глаз, фуражка и обувь. По стандарту, по стандарту, с фуражкой с обувью не собирайте, потому что ну камон, что можно насобрать с фуражкой? Ну хотя один сет, в принципе, я рассмотрю с обувью, обычные высокие черные сапоги, спойлер. Максимально сетов я соберу со штанами, потому что до этого у нас в игре было три пары штанов, которые подходят ко всем сетам. Это пуховые, ангела и джазовые. Соответственно, у нас появляются вот эти черные штаны, которые подходят абсолютно просто ко всем и к каждому сету. И мы еще соберем парочку сетиков к этому торсу, потому что я думал, что к нему подойдут много штанов, а по итогу вышло, что практически никакие к нему и не подходят. Итак, штаны. Сразу же вам скажу, они идеальны. Вот просто, они идеальны к футбольным футболкам, толстовки, пуховики, ко всему они подходят. Поэтому, если у вас есть идеальный сет, но вы не можете же тебе подобрать к этому сету штаны, то выбивайте вот этот набор, все, у вас будут самые офигенные штаны в игре. Итак, приступим. Ну, изначально, изначально кроссы, причесочка, давайте допустим, белая и маска о марионетке. Это у нас штаны идут джоггерами. Это не джинсы, это не классические. То есть, всякие там пиджаки, возможно, и отпадают. Но это мы рассмотрим. Это такое себе, на любителя. С бандитом тоже на любителя сочетается. Так, вот. Как по мне, это офигенный сет. До идеала, сейчас мы его тоже доведем, получается вот эти фиолетовые кроссы. И нужны фиолетовые дреды. Фиолетовые дреды. Такое себе, я думал, будет лучше. Но не эти. Вот эти фиолетовые дреды. Идеальный сет. Просто идеальный. И до логического завершения, как вариант, можно одеть вот эти фиолетовые очечи, либо же вот эти фиолетовые очки, которые тоже идеально смотрятся. Вот этот торс, в принципе, тоже интересный. Можно даже как-нибудь вот так вот одеть и забить, оставить. Неплохо. Вот тоже неплохо, тоже идеально, великолепно. Вот. Вот этот торс, с ним можно собрать очень много различных сетов. К примеру, давайте начнем с белого верха. То есть, если у нас белая прическа, то одеваем белые кроссы. Мы сюда хотим одеть красную прическу и красную ее маску, соответственно. Красную ее прическу и черную ее маску, соответственно. Уже не подходят, например, вот эти джазовые кроссы. Они, в принципе, и неплохо. Но, если мы оденем вот эту обувь, то будет офигенный такой черно-красный сет. И можно одевать вот эти... Ну, в принципе, тоже неплохо, но лично я бы одел черно-красную обувь. Также сюда можно вместо маски одеть какую-нибудь вот такую маску. Вот такую. Это такое себе. Макаку, в принципе, почему бы и нет. И обувь с пропуска. Вот эту. В принципе, тоже неплохо. Далее, что у нас еще можно. Зомби-самурая. Почему бы и нет под зомби-самурая? Либо вот эти кроссы, либо джазовые. Тут, в принципе, все по вашему выбору, по вашему усмотрению. А, кстати, можно одеться как-нибудь вот так вот с черной прической. Соответственно, сюда нужны вот эти черно-красные кроссы. Или же, если мы одеваем, допустим, вдруг кому-то понравится вот такой вот сетик, то сюда мы тоже одеваем черно-красно-белую обувь. В принципе, все. Вы меня, я надеюсь, услышали. Следующий торс получается вот этот. Сюда нужно прямо все такое черно-белое. И кроссы вот эти беленькие. И, соответственно, если вы вдруг играете с черной прической, например, вот с этой, то сюда нужны какие-нибудь черные кроссы, там, или техника, или еще какие-нибудь. Давайте подберем, чтобы просто идеально сочетались. Как по мне, сюда идеал этот техник, но мне кажется, идеальных черных кроссовок еще нет. Ну, или одевать какие-нибудь говнодавы по типу вот этих или вот этих. Ну, это, в принципе, уже такое себе. Техника и идеал. Далее, вот это тоже офигенно. В принципе, я бы не советовал одевать самурайские ге-торсы с этими штанами. Вот это такое себе. Вот это идеал. Вот это топ. Серьезно. Я бы сюда одел джазовые кроссы и зомби-самурайя. Голову зомби-самурайя. Потому что это идеал. Посмотрите. Посмотрите вот на это. Ну, разве это не топ? Это офигенно. Конечно, конечно, сюда можно подобрать другие штанишки. Например, одеться вот эти. И вы скажете, вау, это идеально. Я не спорю. Вот это смотрится лучше. Но мы же собираем сеты со черными штанами. И вот это, в принципе, тоже смотрится неплохо. Всякие вот такие торсы. Вот эти, вот эти, вот эти. Все, что черно-красное, все идеально с этим, с этими штанами сочетается. Пропуск. Пропуск. В принципе, пропуск тоже смотрится неплохо. Но сюда я бы одел вот эти белые. А допустим, даже вот эти кроссы. И мою любимую причесочку. Вот эту. Почему бы и нет. Или же белые кеды. Вот эти. Офигенно? Офигенно. А мне нравится. Потом. Вот этот пиджачок. Тоже, в принципе, неплохо смотрится. Но сюда нужны либо вот эти кроссы, либо вот эти, в принципе, по вашему выбору. И прическа тоже по вашему выбору. Или такая бирюзовая, или фиолетовая. Тоже, в принципе, цепи. Все смотрится неплохо. Потом вот этот джекпот алмазный великолепно сочетается. Вот это, в принципе, тоже интересно. Далее хотел бы вам показать с голыми торсами. Тоже штаны смотрятся идеально. Вот так тоже идеально. С принцем идеально. Алистаем до футбольных футболок. И посмотрите, как штаны офигительно просто сочетаются со всеми футбольными футболками. Ничего не просвечивается. Во! Просто идеально. Просто офигенно. Ну, и там остались всякие вот такие курточки, которые тоже смотрятся неплохо. У нас остался все только торс. Что я вам могу сказать про штаны, которые сочетаются с этим торсом? Тут все максимально зависит от прически, от маски и от кроссовок. Потому что, если вам по кайфу какой-нибудь вот такой вот т-сет, то вообще не заморачивайтесь, одевайтесь как-нибудь вот так вот и нормальный. В принципе, можно как-нибудь еще вот так вот с первым пропуском. Кстати, неплохо сочетается, но сюда нужна тогда другая обувь, которую идеальную я так до сих пор и не нашел. Где они были. Вот это по цвету просто идеально, но чё это за говнодавы огромные, чё это за колоши просто из полинских размеров. Кроссовочку, какие сюда, я даже честно не знаю, какие я бы сюда кроссы обул. Кстати, были вот эти кеды, ну, тоже на любителей, я могу сказать. Это тоже на любителя. Вот эта обувь, тоже херня. Блин, очень сложно сюда подобрать идеальную обувь, поэтому я, наверное, воздержусь, потому что хотя сету очень годный, мне он прямо очень нравится. Чё-нибудь чёрненькое, может быть, даже какие-нибудь сапоги по типу, нет, чёрненьких сапог, блин, я не знаю. Ну, а локов в принципе можно, почему бы и нет. Говнодавы или какие-нибудь сетапки сланцы одевать я не хочу. Ну, блин, или просто вот так вот забить, оставить и норм. Так, штанишки, либо какие-нибудь чёрные штаны, джазовые, понятно, что идеал, шорты такое себе не рекомендую, вот эти штаны вообще неплохо подходят, потом а лока на любителя, честно скажу на любителя, потом какие-нибудь вот эти штаны тоже такое себе, вот эти вот, вот эти в принципе неплохо, но тоже кому-то понравится, кому-то нет, вот это тоже ништяк, это такое себе, потом аид, кстати, неплохо, вот это топово, но но если только вас не смущает хвост, а так в принципе неплохо, вот эти штаны норм, далее, а дальше я по-моему уже все, а вот эти, вот эти мне нравятся, вот это топово, сочетается, если что, это набор кослявого генерала, и там уже все, вот в принципе вот такие сетики мы собрали с этим офигенным набором, штаны тут просто великолепные, всем спасибо, всем пока и добре будет с вами скилл.